Привет! С тобой Юмилька! Добро пожаловать на мой канал! После того, как я посмотрела ролик Хэппи Вульфа по новому ФНАФу, многие советовали мне посмотреть видос ещё от Сумочкина, потому что у меня создалось негативное впечатление от самой игры по видосу. И на самом деле это странно, при том, что я сама в эту игру не играла, и я считаю, что это неправильно. Именно поэтому я хочу посмотреть Сумочкина, узнать его мнение, и, возможно, всё-таки я и сама решусь попробовать пройти эту игру. Просто, судя по кадрам у Хэппи Вульфа, она не такая страшная даже для меня. Кто не знает, у меня сложные взаимоотношения с хоррорами, я тащусь цыкуха. Давайте Сумочкина посмотрим, а дальше я, возможно, приму решение. За последние годы ФНАФ для меня закрепился в чёткой и понятной формуле, компоненты которой миксуются из раза в раз. Были как и удачные эксперименты, так и средние, так и не очень, так и не очень, так и не очень. Иногда мы могли ходить. Как-то много не очень. Иногда это был набор мини-игр, а могусы, да нищи в квадрате. Но суть оставалась той же. Игра от первого лица в трёхмерном или псевдо-трёхмерном пространстве. Поэтому, когда я увидел вот это, Это я просто выкатил глаза от удивления на максимум, ибо, ну представьте себе, это что-то новое. С вами Сумочкин, а мне вообще нужно представляться. Вы так знаете, кто я такой, и видите название ролика, так что зачем на это тратить время, погнали. Начнём со снов. Базиса. Чистого листа бумаги, на котором начали печатать книги, а надо было подтереться. Да-да-да, это подводка книгам. Забудем всё, что я там говорил в руине. Забудем нахрен саму руину. Книги по ФНАФу. Я вспоминаю ролики Тайма. Я до сих пор не прочёл ни одну из этих чёртных оскароносных бестселлеров. И даже комикс-версии с ужасным рисунком меня не завлекли. Не, ну где-то раскупают. Поэтому представим, что книг не существует, никакого бэкграунда нет, роликов Никита не выпускал, и никакие ютуб-знаменитости в них не участвовали. ФНАФ Интезепит. Игра, выпущенная на юбилей франшизы. Десять лет, представьте себе ФНАФу. Блин. Чё, уже десять лет? Я же вот только вчера глянул прохождение на ютубе в 2014 году. Время быстро летит. Очень быстро. Почему я в тот раз просто не пошёл спать? ФНАФ Интезепит. Короче, юбилей на носу. Пример Соник Тим помним. Помянем. Нужны игры. Больше игр. Бестолковые коллаборации. Второй фильм. Мега Кэт Студиос. Когда вот эта коллаба была, я не видела. Сначала были овцы, теперь кошки. Чё ж так их на зверей-то тянет? А, ну да, очевидно же. Студия, базирующаяся в основном, вы не поверите, на выпуске игр для ретро-консолей. Нинтендо и Сега Дженесис. А, ведь ему поэтому такая стилистика. Игры для современных систем тоже есть, но абсолютное большинство, это именно что ретро, и это гениально, выбрать для игры в сеттинге 80-х с пиксельной графикой чуваков, что сами выпускают игры для приставок 80-х и 90-х. Касаемо же графики, то тут просто мое почтение, я этого вообще не ожидал. Испокойен веков, ну а точнее со времен второго ФНАФа, Скотт Коутон увлекался мини-играми в своих чё, чё, в своих хоррорах. А были эти мини-игры с лошадь рядом в 8-битном стиле, ну а точнее даже не в 8-битном, что-то такая похуже в стиле Атари, но вы еще слишком молоды, чтобы знать такие древние приставки, так что забейте. В 8-битном стиле. Это работало, поскольку только так мы могли получать крупицы лора, а примитивная графика побуждала работать воображение. Ёб твою мать, ну скажите мне, уже 10 лет нахуй прошло, это телефон или нет? Телефон или да? Телефон, банан! Поэтому, когда я увидел игру и как она выглядит, я моментально вытянул руку, как Ди Капрё в том меме. Игра, мало того, что похожа на огромную и масштабную мини-игру из ФНАФа, ну буквально похожа. Не, она гораздо лучше. Квадратые человечки, что здесь, так еще и приправлены это все качественными задниками, огромным количеством объектов, освещением, движениями и цветомузыкой, с потрясающими заставками и анимациями в этих заставках. В обычное время, скажем так, все мультяшное, угловатое, но когда начинаются заставки и квиктайм-ивенты, то все становится большим, объемным и детализированным. Я этот переход просто нахуй обожаю! Ведь когда вы находитесь в такой графике, то напугать вас может разве что скример или динамичная погоня. А еще ебаный паук. Не, ну кстати, вот скримеры даже вроде не сильно страшные были. Но опять же, смотреть ролик это одно, а играть самостоятельно другое. И я вот все избегала ФНАФа, вообще в целом хорроров. Но как-то и думаю, неужели в такой кремене скримеры заставят обос... Ух на весь экран, да-да-да. Но когда вы находитесь здесь, а рядом проплывает высокодетализированный монстр, с плавной и при этом слегка дерганой анимацией, вот тогда становится стрёмно. Абсолютно тот же самый эффект, что и в игре в Fate of the Unholy Trinity. Ой, кстати, это очень жутко выглядит. Нет, это более жутко. Тринити. Ка-я. Один ва... Это жутче, чем во ФНАФе. Простая основа детализированной анимации. Может вдохновились, может скопировали, неважно, главное работает. Как на вас нападают аниматрониками с отсылками на ФНАФ 2? Мне тут страшнее. Как огромный страшный монстр поначалу заманивает вас куда-то и хотя бы пытается вести себя как человек, чтобы в дальнейшем превратиться в настоящее чудовище, зубастое и агрессивное. А разобраться в том... Не, ну слушайте, я ещё смотрю на эти скримеры, и если я буду расслаблена, и они, ну, так как это и скримеры, они вылетят неожиданно, я же реально испугаюсь. Что за ужас тут творится? Какие ещё чудовища? Какая ещё агрессия в нашем-то современном детском child-friendly ФНАФе? Нам поможет сюжет. Основной сюжет прост. Основан, наверное, по книге. Тысяча извинений. Не читал. Ну, насколько знаю, да, по книге мне писали в комментах. Смель весьма интригующий. Мальчик Освальд, дурацкое имя, со своим отцом Дмитрием идёт в пиццерию Джеффа. Довольно убогое заведение, но это единственное, на что хватает денег. Батя сынку-то любит. Батя всё для него сделает. Были бы средства, а сынку батю не ценит. И его тоже можно понять. Никто не хочет проводить время в захолустье, питаясь продукцией вкусной и точкой. И всё же эмоции берут верх над Освальдом, и он решает, так сказать, пранкануть батю. Ну, вы знаете. Ну, окей. Тут же прикол в том, что Хэппи Вульф выставлял всё, как будто батя, наоборот, ненавидит сына. И да, я с вами согласна. Странно доверять шуточному видео и по нему оценивать сюжет, но просто у меня не было до этого никакого материала. И если бы я посмотрела другое видео, ну, именно с обзором на игру, я бы иначе восприняла ролик из самого Хэппи Вульфа. Эти моменты в детстве, когда вы такие злые на родителей, говорите им, мол, убегу из дома, а они вам в ответ... Освальд, прознав про таинственный бассейн с шариками, который по какой-то причине закрыт и запечатан, собирается спрятаться в нём, дабы узнать, как отреагирует отец. Залезает внутрь, и внезапно он оказывается в прошлом, в 1985 году, в ещё рабочей пикторе Фраги Фазбера. Ни о каком Фазбире наш главный герой не знает, и я ему пи***ц как завидую, но на то, чтобы узнать, уже времени-то и нет. Ведь на пиццерии такое ощущение, что совершается какая-то атака, все кричат, паника, люди бегут, и появляется он. СПРИНГБОНИ Он же Уильям Афтон Он же СПРИНГТРАП Он же СОБЕСЕКСУАЛЬНЫЙ БЫЖИК СПРИНГТРАП Им абсолютно по***ть, как вас сейчас распирает написать, кто же он такой на самом деле. Короче, СПРИНГТРАП нападает, и скорее всего убил всех новоприобретённых друзей. Надо бежать. Бежим обратно в яму, вылезаем настоящим и... Фууу, пронесло. Вон и батя Дмитрий здесь. Может, это всё причудилось? Может, на самом деле пацан просто пылью надышал? Вот дерьмо! Батя Дмитрия вытаскивает в Брег Трамп. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Полный пе***ц! Надо вытащить! Классный там был кандер. А может, и не надо, лучше убежать? Не, ну комон, конечно же надо! Изо всех сил вытаскиваем его обратно! Вытащили! Фуу, победа! Да вот только мы в Афнаф играем, и вытащенный батя уже какой-то и не батя, а вовсе. А вот ты в порядке, ты в порядке. С осветящимися глазами и обличием спрингтрапа. Уже Дмитрий! Вот, в принципе, и весь замес. Далее Освальд будет жить с батей в костюме отчимов все кошмарные пять дней и пять ночей, пока все остальные видят его нормально. Кстати, а прикольно то, что пять дней и пять ночей это все будет происходить? И даже не подозревают, что происходит на самом деле. Сюжет мне зашел в первую очередь за свою атмосферу и персонажей. Нет, все-таки это ужасно. Это ужасно смотреть видео по игре, в которую ты не играешь. Но основные фнафы, ребят, я не смогу, я не осилю, я в психушке где-нибудь после них буду лежать. А вот это, ну, идеально, можно попробовать. Я не буду ничего вам обещать, но если решусь, анонс, опять же, стрима будет в ТГ, стрим будет на Твиче. А атмосфера сразу видно какая, приземленная. Обычный город, только очень бедно, и грязный. Обычный дом. Может, плохой район в городе. Каждый городе есть в городе. Ну, где же моя обычная пиццерия? Где моя приземленность и паутинка на стенах? Вот она. Вот же она. И игра дает мне то, что я просил. Ты еще счастлив? Ну, только разве что злодей тут необычный. Да и место, откуда он вылезает с шариками. Этот шейфшифтер спрингтрапов Лжедмитриевич. Зачем ты бежишь? Зачем ты бежишь? Объяснили. Куда ты торопишься? Куда? Не надо торопиться. А с тобой. Которому на минуту... Мне кажется, вы бы от такого, батя, не сбежали. Все так. Просто остались бы и хотели бы, чтобы он вас поймал. Противостоит обычный мальчик. Не мальчик, что какого-то хуя живет в ТЦ, и об этом никто не знает. Ровно как и игрок нигде не знает про самого мальчика. Не девочка, что спокойно хакает защитные системы гига-корпорации. А простой пацан, который просто ходит в школу, просто играет с игрушками и просто любит своих родителей и желает их спасти. Чувствуете это, господа Фнаферы, чем пахнет? Да нормальной понятной мотивацией пахнет. Вернуть отца из лап монстров, которых он оказался по его же вине. А не вот это вот... Ой, бля... Я, короче, живу в ТЦ, ибо я бомж, пацан. Или не бомж, или не живу. Вообще, хз, непонятно, есть ли у меня родители или нет, тоже не ясно. Но вот именно сегодня тут бродит маньячка, про которую я откуда-то-то знаю. Так что давай-ка, Терминатор, спасай-ка меня отсюда и собирай себе апгрейды. Грегори и Кейс, даже вспоминать я хочу, это два сапога одной пары. Одинаково пустые и никчемные болванки, про которых мы не знаем ни хрена. Освальд же вам и через вещи в своем доме расскажет о себе, и через флэшбэк, связанный с определенными вещами, поведает истории жизни и отношения с родителями. Да и просто через диалоги и мысли ты понимаешь, что он хороший парень, отзывчивый и даже слегка героичный, раз пытается помочь не только себе и своему отцу, но и другим бедолагам и церей. Ему сопереживаешь и желаешь для него лучшей концовки, которых тут аж несколько. Концовки зависят, как в лучших традициях хвестов, найди предмет или сделай кучу хрени, на которую по-нормальному ты бы не стал тратить время. Ну знаете... Не, ну это на самом деле забавный момент, то что, ну условно говоря, я опять же не играла, не знаю, пройдешь ты мини-игру, у тебя будет топ-концовка, не пройдешь хреновая. В данном городе с его-то антуражем, почему бы и не походить и не поисследовать, отовсюду так и веет этим, это из Стивен Кинговщины с его любимым штатом Мэн, в котором за каждой улицей и случайными прохожими скрываются невообразимые ужасы, которые дано видеть лишь детям, пока взрослые остаются в неведении, а также веет... Кстати, а ведь это действительно такая популярная тема, вот как сейчас все это расписал Сумочкин, то, что дети видят ужасы происходящего взрослые, на это не обращают внимания, и здесь так оно и случилось. Самым странным моментом для меня сейчас остается то, как батю произошло вот это вселение, как у него вошли. Но, с другой стороны, это же все-таки сюжеты, мистика там всякая, мистический бассейн, так что вот сейчас я смотрю, и все вполне логично, потому что, ну опять же, судите о игре по ролику шуточному, ну... Пицца из старой доброй пиццерии Фредди! О боже, я уже и впрямь позабыл, что когда-то давно была обычная пиццерия, со сценой, за курицей, игровыми автоматами... Кстати, на таком контрасте все получается, да? Показывают эту беззаботность, и к чему пришло далее. А ведь ранее во ФНАФах, поправьте меня, если что, в комментариях, ты видишь просто уже, вот, просто безнадегу тотальную. Сидишь из этого охранника, вокруг эти аниматроники злые, а тут прям флэшбэки такие, которые тебя погружают во все это. Пиццерия из первого ФНАФа. Хотя это нифига не флэшбэки, ну как бы флэшбэки, в которых ты присутствуешь и в которых есть сюжет. Со всей этой ретро-ностальгии по 80-м жестко контрастирует грязное и разрушенное настоящее. Ну или какое-то на дворе время, сорян, не читал. Завод закрылся, рабочих мест нет, разруха и нищета. То, что игра настроена серьезно, приземленно, она говорит прям с самого начала, вот, вот, вот здесь, у светофора. И я, конечно, опять-таки не знаю, было ли оно в книге. Ой, простите, ой, извините, не читал. Но в рамках игры есть... Кстати, я эту книгу, вот ее обложку, так много раз видела в разных книжках. Богу выглядит, как этакий подъебище в сторону великого и могучего секьюрити-бича, в котором не то что трупы. Фу, мерзость-то какая. Ни единой капли крови показывать нельзя было. Ну а уж когда вылезает мужик или не мужик, в желтом костюме или не костюме, со светящимися глазами, томным дыханием, инфернальными звуками и кровавой пастью, тут уже все гличные кролики из бедной и богучей инди-игрульки забываются, как страшный сон. Велика в этом и заслуга аудиосоставляющей игры. Эмбиенты... НЕБА! НЕБА! Как давно я не слышал годных эмбиентов во ФНАФе, чтобы аж начиная с главного меню, в котором я решил задержаться подольше, неплохо так прихерел, услышав... Звуковое сопровождение в играх часто многое решает. Да и в фильмах тоже. Аналогичный трюк игра проворачивает и в геймплее. Если вы решаете задержаться в какой-то комнате, на дом... Я, кстати, обратила внимание, что многие скримеры и в целом хорроры для меня не страшны, когда я просто вижу картинку. То есть вот выпрыгивает какая-то хрень. И когда я смотрю на это без звука, мне не страшно, будто бы лично я больше пугаюсь вот со всей этой гнетущей атмосферой, вот того, что ранее показал Сумочкин, какое звуковое сопровождение было в самой менюшке, до этого, как он показывал момент из игры. То есть вот любой хоррор, любую хоррор-игру, думаю, что я вполне могла бы пройти, но без наушников. Я не знаю, чем это обусловлено. Как-то я касалась этой темы с психотерапевтом, но вот прям почему именно звуки меня пугают? Мы так до этого и не дошли. Вот как будто я бы хотела в это копнуть глубже. Копнуть глубже, наверное, даже в то, как от этого избавиться. Почему такая сильная восприимчивость к звукам? Если что, я еще боюсь грома очень сильно. И когда со мной рядом лопается шарик, я просто прям подергиваюсь. без явного действия, то игра решает вас прогнать отсюда в страшном моментом и шептании. Нагнетает. Нагнетает. И это охренеть как работает. Поскольку начинает казаться, что опасность нарастает, оставаться на месте нельзя, он вот-вот придет. Вы начинаете мерзать, торопиться и, соответственно, спешить в другую комнату. Звуки потрясающие. Вот реально сам не думал, что буду сидеть и нахваливать, простите, господи, звуки, но я, когда полез игру загружать, просто загрузить сейв, я охренел. На гнетение, на гнетение идем. Это только меню. Они сумели создать такой стрёмный и пугающий звук для загрузки сохранений. А что там в игре творится? Не, ну если даже таким деталям уделяется внимание, это класс. Рандомные крики, что появляются то там, то тут где-то за кадром. Механические звуки аниматроников. Механические звуки желтого монстра. Я сейчас вот на все это смотрю и, опять же, я такие игры не прохожу, но я вспомнила Little Nightverse, который я все-таки прошла. И у меня такая ассоциация с Little Nightverse идет, потому что, что там маленькое беззащитное существо, ребенок, что тут, пытается как-то выжить и сражается против ужасных монстров, которые гораздо сильнее него. И вот когда ты в такое играешь, у тебя страх, в первую очередь, за этого персонажа. И как Сумочкин здесь где-то говорил, ты вот прям проникаешься в его истории и вот всей душой хочешь, чтобы он выжил, чтобы у него была хорошая концовка. И вот Little Nightmares 3 должен там выйти. Я безумно хочу его пройти. Я очень боюсь таких игр. Я даже трейлер смотрела. Мне было так страшно. Вот прям мурашечки были. Вот этот вот испуг. Но так хочется это пройти. Обожаю Little Nightmares. Скример, монстр, в конце-то концов. Скример, это вообще что-то недопредельное, блядь. Блядь! Такого со мной во вновь за последний дом вообще никогда не было, чтобы я от страха и испуга на вебке не видно, а вы поверьте, сорвал свои наушники с головы резкими движениями рук. Это же пи***ц. Я без преувеличений обосрался. От этого ёбаного скримера. Мне это видеть приятно. Потому что как будто бы все стали такими устойчивыми к скримерам, что когда я чего-то пугаюсь, люди часто удивляются. Типа, а как вообще ты смогла с этого испугаться? Ну, серьезно, будто бы все летсплейщики, они над этим ржут в большей степени и пугаются редко. Хотя, слушайте, я не слишком много летсплейщиков смотрю, вижу только отрезки какие-то, но вот есть летсплейщик, который со всего обсирается. Вот назовите мне такого человека. Ну, я не летсплейщик, но я со всего обсираюсь. Я хочу найти такую вот мою заблудшую родственную душу. Хочу посмотреть на этого человека. Я готов поставить на пол. Потому что англоязычных, ребят, я таких много видела. Счетный пьедестал рядом с Мэнбетом из Архем Найт. От того, насколько он рабочий и неожиданный. В чем залог успеха скримера, помимо самой анимации? Разрушение чувства безопасности. Играя во ФНАФы... Подождите, разрушение чувства безопасности. Я начинаю понимать, почему я боюсь такого всего. Ты, по факту, всегда в опасности. Ты к этому готов. Ты знаешь, что за ошибку свою жизнь ты всегда в опасности. Скример и скрин. И со временем это уже перестает пугать. Ровно как и базовые скримеры в игре, когда чудища вас догоняет. Но вот когда скримера появляется там, где его быть не должно, где, по идее, игрок должен чувствовать себя в максимальной безопасности, вот тогда это берет врасплох и пугает на массу. Это к тому же еще и начало игры. Вы банально даже не знаете, что от нее ждать. А почему вы это не знаете? Да потому что это нестандартный ФНАФ от первого лица. Игра показывает вам, что у нее есть диалоги. И во время диалогов ничего не происходит. Как и во всех других играх. Скипы, не скипы, все нормально. И ты к этому привыкаешь. Это шаблон, это норма. Чтобы зайти совершенно внезапно. Эту самую норму разорвали на части, показав вам то, что вы нигде не в безопасности. Абсолютно по тому же принципу действует и телефонный скример, который сначала дает вам телефон как отдельную подменюшку, в которой вы по факту снова в безопасности. И монстра можно не бояться. Вы набираете какие-то номера, с кем-то вроде разговариваете и привыкаете к тому. Бля! Нет, это стрёмно, это стрёмно, это стрёмно. Ну так, чуть-чуть. Я сейчас вспомнила свои ощущения, когда зайчика проходила. Там тоже было подобное. Как лишить вас зоны комфорта? Вы привыкаете, что стоит вам спрятаться, да ещё и быстро, то монстр просто пройдёт мимо. И именно в этот момент, когда вы расслабляетесь и убираете руку с кнопки подальше, раз, и вам уже пи***. Персонаж сам забегает в вентиляцию, и вы думаете, что всё, залезли в скрип и теперь тут точно можно не волноваться он же мало того что в убежище так еще и говорит нас уже не безопасность я в восторге это самый страшный фнаф за последний знает сколько лет детского высера ты еще играет который сумочки тут обсирает бич-брич но вы поняли я в него боялась играть потому что думала что испугаюсь ну там скримерной составляющей он говорит что этот самый страшный просто мне стилистика это нравится я обожаю такую стилистику не знаю может быть некая ностальгия играет свою роль я вспоминаю как в детстве сидела играла на приставке в такие грузички особенно там когда болела оставалась дома и не ходила там школу может быть в этом дело но просто я вот смотрю на пиксельные такие игры и на душе эти тепло как я и смотрю старые аниме со старой вот рисовка из 90-х там sailor moon берсерк старушненький да не ремейк и вот прям обожаю такое вот как будто хочу еще такие аниме даже посмотрите основа геймплея это квест простенький примитивный но все-таки квест нам надо позвонить маме ибо дома лежит батя в костюме отчима сначала он достали телефон а номера матери там нет ищем номер нашли номер позвонили отлично это ничего не дало ну и вы поняли принцип самое явное сравнение это резидент evil карта собака кавычках бродящий по нему монстр и надобность разгадывать загадки и искать нужные предметы менее очевидное сравнение особенно для юной аудитории фнафа это clock tower то же самое особняк монстр и надобность прятаться а также давать отпор в редких исключениях в нашей же игре этот самый отпор как только не дается то вы сидите в шкафу и вынуждены наклоняться в нужную сторону то выбрать я вспомнила две игры почему-то первая вообще из другой опера но все же last of us к примеру у тебя есть цель тебе надо дойти в какое-то место найти человека ты до этого места не доходишь у тебя случается какая-то херня твои планы меняются ты уже идешь другое место и там находишь другого человека и тебе дают вообще иное задание и вообще на этом принципе многое количество игр построено но я сейчас вспомнила игру которую я не прошла hello neighbor там же тоже подобный принцип используется с этим сраным соседом как же он меня бесил как же я его ненавидела но вот прониклась частично его истории потому что не до конца ее узнала я так его не пройду мне кажется никогда если что прохождение есть на youtube канале юмярия так тупила если б не чат я вообще там ничего не прошла прочти сундуки с пауками и должна от них отмахиваться а то и вовсе вашим убежищем служит золотой фрейди внутри которого приходится задерживать дыхание это работа очень стрёмно выглядело это видео в первую очередь за счет того что вам не дают просто взять и отсидеться от монстра по такая главной идеей всей игры что вы нигде не в безопасности вы должны натурально бороться за свою жизнь даже тогда когда кажется что вас не заметили и вообще под столами же мини-игр нет я так где там этот скример давай уже загодняет вас под столы беготня от монстра и это конечно не обнизе бункер не старый добрый настоящий немезис из резидента 3 но тоже вполне себе приставучий гад монстр ходит с вами в помещении в соседних комнатах и определить где именно можно разумеется по звуку и желательно в наушниках с объемным звучанием да порой отчетливо слышно что вот он сейчас например слева или сверху но порой становится совершенно непонятно где он находится в данный момент и приходится идти наугад в такие моменты ваша задача понятное дело не попасть ему на глаза а ежели это все же получилось давать деру со всех ног и искать ближайшее укрытие потому что сюрприз сюрприз убежать от монстра невозможно привет коллаба фнафов дбд а это в двадцать пятом будет я увидела мельком подумала что встретимся в 2025 году люди что смотрят с 2025 ставьте лайки пишите что сумка все знал маньяком будет балунгой я смотрела фильм по фнафу и реакция есть на бусте спойлер я обсиралась не только на всех пустяковых скримеров которые там были вошелся от страха игрока но еще и на звук о чем вас любезно оповещает шкала громкости справа и по большому счету на стандартном уровне сложности как-то по на эту механику бегаешь за ты не то ли не слышу то ли еще чего а про то чтобы включить громкие вещи пытаться его заманивать до нахер надо springtrap свою очередь не единственный монстр что встанет вас на пути игра как-никак 5 на chase фредди называется и мне очень нравится как разработчики сумели задействовать в этом плане наших любимых роботов детишки коих вы встречаете в начале теперь сидят у аниматроника в заложниках и те им вроде бы ничего плохого не делают но все равно спасти надо посему на каждую ночь начиная с 1 вы будете спасать ребятишек из лап конкретных аниматроников сначала эндоскелета затем чики ну и под самый конец желтого монстра и нет господа фанаты фокси его в нету увы по большей части энкаунтеры с роботами заскриптованы и прощающие в смысле перед тем как что-то сделать они сначала постоят постоят издадут страшные звуки тревоги дабы приманить желтого мужика и как бы все но только разве что еще бой не любит под столами прятаться а вот главный гость программы ваш так сказать личный монстр нихрена не скриптованный и ходит куда ему вздумается желтый мужик потрясающий в своей простоте и эффектности все взаимодействие с ним ровно как и вся игра происходит в 2d пространстве ограниченном 2d пространстве вы не то что не видите где сейчас монстр вы даже понять толком не можете ушел он или нет и где конкретно сейчас находится в то время как в великом и неприкосновенном 3d вы мало того что прекрасно лицезреть и где сейчас эти идиоты еще и насмехаетесь над ними в придачу вы можете да там же на панике когда играешь в такие игры вот по опыту летал на персты путаешься куда тебе бежать можно куда нельзя застреваешь текстурах умираешь за счет этого переживаешь волнуешься и вот все это на тебя так сильно все представить вращается индису от воды работает лучше и пугает вас сто раз сильнее чем все старания стил вов за последние годы вы не уверены в своем выборе не знаете точно ушел он или нет и все равно надо идти да еще и мбит зараза давит неизвестность и неправильный выбор резкий звук пугает осознание чтобы с монстром в одной комнате уже стоит надо бежать бежать и вспоминать куда вообще надо бежать где дверь куда она ведет вы забегаете дальше но это бессмысленно от чудовища то не оторваться надо прятаться а где прятаться надо искать быстро 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 блин даже здесь нельзя быть полностью безопасности ведь то и дело пауки лезут вот опять же смотрите у меня такое ощущение и сравнение с литлайн за счет того что смотрю ролик сумочкина но те кто именно играл проходил игру или смотрел полное прохождение вы могли бы вот сделать такое сравнение или же все таки нет мне прям любопытно потому что вот моя точка зрения остается прежней судите игре по видеороликам бессмысленно но вот просто хочу дыхание а хрен знает когда надо его отпускать и все это так напряжно так стрессово мини игры в прятках хороши и как я уже говорил ранее хороши именно тем что продолжают идеи всей игры нигде не безопасно особенно в комментах под роликами про фнаф оу ха 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 да есть такое есть словами не передать в каком восторге оказался от этой игры ведь она буквально как будто слушая меня и многих недовольных фанатов все эти годы дала именно то что мы просили приземленный сеттинг обычные персонажи обычные локации годный сюжет секрет мини игры сам фнаф и наконец-таки почти полностью утерянное чувство страха игра напугала меня так как я себе даже представить не мог но самое главное напугала изобретательно с умом зная в какие моменты стоит пускать и аку и в какие моменты должны звучать стрёмные звуки разработчики четко знали что надо делать когда надо делать и как надо делать из-за их профессионализм в сфере ужаса я готов пожать им руку спасибо mega cat studios я обосрался но с вами был сумочкин и ладно ладно ухожу ухожу а жуть блин я могу срубкалась такой Убийте! Куда прятаться? А некуда! От страха и туда залезешь, да? А может, не заметит? А потом продолжение следует. А там продолжение будет из видеороликов со стиральной машинкой. Ого! Да тут какая-то фантазия у меня. Прям всё как я помню! Двухмерно! Это должно было. Это что же получается? Лежанка катает портал в прошлое. По крайней мере, того монстра тут нет. Слушайте, очень видео информативное. Мне нравится то, что он подошёл к игре с разных сторон и затронул графоний, стилистику и сюжет. И я про сюжеточку узнала немножко побольше. Насчёт звуков. Вот, ребята, хоррор-игру кто-то из вас будет когда-нибудь делать. Либо сами этим занимайтесь, либо найдите профессионала. Потому что звуки так много решают в таких играх. Они делают такую атмосферу, что в игре у тебя может быть не самый лучший графоний. Если что, я сейчас не про эту игру. Здесь графоний офигенный стилистикотоп. У тебя может быть не самый лучший графоний в твоей игре, созданной тобой. Но звуки будут заставлять людей обсираться. Я сейчас не говорю про примитивные какие-то выкрики, а вот про то, что было показано здесь, в этой игре. Опять же, судить не хочется по игре по видеоролику, но моё впечатление о ней улучшилось. И некоторые моменты, которые показались мне по ролику Хэппи Вульфа странными, здесь вполне объяснимы. Так что, если я всё-таки решусь, в ТГ напишу. Но после просмотра этого ролика я начала думать, с одной стороны, что Little Nightmares я же всё-таки прошла, ведь так? И, может быть, эту игру осилю. А с другой, скримеры были стрёмными. Может быть, потому что сам Сумочкин говорил довольно размеренно. Ну, в какие-то моменты эмоционально, но размеренно. А потом херак, скример, который по громкости был повыше. Поэтому, ребята, я не знаю, я подумаю. Я просто тащ, сыкуля. Так что прошу понять, простить и, если что, за мной следить в ТГ, ну, и на Твиче по поводу стрима. Всё. Спасибо за просмотр. Пиши в комментах, что думаешь. Пока! Скоро увидимся!